Всем привет! В эфире «Заметки о Черкесии» и я сейчас хотел бы сделать небольшой обзор по еще одной книге, которую мне удалось, в общем-то, довольно быстро прочитать, поскольку она действительно очень крутая и интересная книга. Передаю привет моим друзьям из Нарчика Залима Ариана. Спасибо вам за эту книгу, которую мне подарили. Действительно очень впечатляет. Книга это значит принадлежит авторству супругов Котлеровых. Это очень известные в Кабардино-Балкарии, да и на всем Кавказе супруги, которые конкретно по Кабардино-Балкарии очень много путешествуют. Путешествуют вот в самые такие глубокие, такие труднодоступные даже места и, в общем-то, собирают красочные фотографии и делают рассказы, описания вот этих мест Кабардино-Балкарии, в том числе там они не только занимаются, скажем так, природной географической частью, не только туризмом, но и историческими изысканиями, то есть, например, в данной книге у них изложены как природные красоты Кабардино-Балкарии, так и какие-то археологические памятники, древние руины, даже какие-то наскальные рисунки совершенно древние. Причем вот удивляет то, как они там в такие места ходят и так описывают, это, допустим, места, в которые можно попасть только с альпинистским снаряжением или по каким-то сумасшедшим тропам, проходящим по отвесным скалам на огромной высоте, где, в общем-то, очень мало людей даже, в принципе, ходит. То есть, в общем-то, это надо иметь определенную отвагу и мастерство. Сама книга, она очень красочная, там вот эти вот большие яркие фотографии из этих мест с описанием, с различными байками, историями, легендами, связанными с местом, причем не только ограничение байками, да, то есть идет какая-то, может быть, легенда, а потом именно выпуска из исторического какого-то труда или труда специалистов, допустим, по географии. От самых ближних мест вокруг, допустим, Нальчика какие-то интересные камни, вот, с особой формой расположенной в окрестностях города, так и дальние места, то есть это Черекское ущелье, Баксанское ущелье, это Чигемское ущелье полностью от самых низин до самых высот, и зона Проибруссия у них тоже очень хорошо отражена. В общем, честно говоря, мне захотелось побывать во всех этих местах лично, поучаствовать в экспедициях. В общем, всем рекомендую эту книгу, всем любителям путешествий, туризма, даже легкого туризма, если вы, в общем-то, не подготовлены, вы можете в пределах там буквально часа вокруг города, приехав в Нальчик, побывать в довольно интересных местах благодаря этому путеводителю, тем более, что он еще и снабжен координатами, то есть можно забить в Google, там, в Яндекс эти координаты и точное место посмотреть, где это находится. Что касается Котлеровых, в общем, мне обещали, я надеюсь, и это обещание будет исполнено когда-нибудь, и у меня получится выбрать время, мне обещали встречу с авторами Котлеровыми, я попытаюсь встретиться, записать интервью, собственно, о деятельности Котлеровых, о их планах, и вот сама эта книга меня несколько впечатлила настолько, что я, наверное, попробую предложить Котлеровым какую-то совместную деятельность, если им будет интересно, для того, чтобы не просто запечатлеть на фотографиях и в книгах вот эти места, ну, допустим, поучаствовать в экспедициях, сделать видеозаписи из этих мест, особенно таких вот, которых известно, такие именно Котлеровым, поскольку, я так понимаю, там у них очень хорошие советники какие-то, которые знают очень-то такие вот места редкие. Ну, будем надеяться на лучшее, а вам мы очень рекомендую эту книгу, я думаю, можно купить в любом магазине, например, мы ее покупали в Читай-городе, в Нальчике. И стоит она не так уж и дорого. Делитесь, оставляйте комментарии, если у вас какие-то есть интересные книги похожего характера или авторы, можете скинуть мне комментарии, обсудим их, я посмотрю тоже, попробую найти, почитать, посмотреть. На этом все, всем пока.